Я хочу проповедовать на тему проповеди «Поклонение Богу в Духе и Истине» часть номер 2. Если вы пропустили первую часть, я вам рекомендую послушать первую часть на нашем YouTube-канале. И не только рекомендую, а даже советую поделитесь с другими, и это, верю, будет благословением для них. Итак, короткий обзор первой части. Мы с вами говорили о истории, которая произошла в Евангелии Иоанна, 4 глава. Это беседа Иисуса Христа с самарянкой. И там у колодца они разговаривали на разные темы. Мы с вами говорили, кто такие самаряне, что это нечистокровные иудеи. И первый пункт нашей темы был, не прикрывая свое состояние церковными недостатками. Что здесь имелось в виду? Имелось в виду то, что люди часто свое недуховное состояние пытаются оправдать недостатками церкви. Какие-то стили, культуры, форма служения не устраивает. Если бы все было по-другому, то и у нас было бы в жизни все хорошо. И вот когда в контексте Иисус разговаривает с этой женщиной на духовную тему, на религиозную тему, где поклоняться, на каком месте, как правильно поклоняться, в друге Иисус неожиданно задает вопросы, которых она не ожидала, и говорит о ее личной жизни. Представьте себе, идет беседа на духовную тему, и потом у нее вопрос, а почему у тебя в жизни уже пять мужей, и ты их бросила? И дальше идет разговор, вроде бы на духовную тему, они обсуждают место поклонения, где правильно поклоняться, а потом раз, он говорит, а у тебя бойфренд, ты с ним живешь в грехе. Она такая не хочет разговаривать на эту тему, хочет поменять ее. А Иисус ее снова возвращает к главному корню проблем людей, которые считают себя верующими, пытаются поклоняться Богу. Он их возвращает на самую глубину, в личную жизнь, там, где все сокрыто от людей, а Бог насквозь все знает и говорит ей вот оттуда, и начинается поклонение. Сегодня люди тоже, многие спорят о формах служения, какие правильно песни петь, какой должен быть стиль церкви, некоторым хочется поменять, или людей в церкви, или церковь хочется изменить, и людям кажется, вот тогда я стану более духовней, там такие пробуждения, там все лучше, прославления там круче. А Бог Иисус Христос учит нас из этой истории. У тебя в жизни бардак, у тебя в жизни mess. Поэтому не стоит менять, там, спорить формы, местописания, доказывать друг другу и дискутировать на эти духовные темы. Сначала наведи порядок в своей жизни, а потом придем к теме поклонения и других некоторых разногласий. Итак, это был обзор первой части, теперь мы с вами подходим ко второй части, и пункт номер два, поклонение Богу начинается с признания моего состояния. Первый шаг, не старайся обвинять других, почему у тебя такая недуховная жизнь или что-то в церкви тебя не устраивает. Вот, начинай с себя, а второе, признавай свое состояние перед Богом. Именно это первый шаг на пути к поклонению. И когда мы говорим о поклонении, если вы новый человек в церкви, то мы подразумеваем под этим словом выражение нашего почтения Богу через пение, через молитвы, через наше благоговение перед Богом. Но хочу сказать, что правильно уважать культуру церкви, определенные формы, традиции, и одеваться правильно, и разный-разный порядок в церкви существует. Но главное понимать, что самое важное не перепутать главное с второстепенным. Да, мы тоже в нашей церкви, я тоже иногда, мы говорим с нашими певцами, что у нашей церкви есть тоже определенная культура, определенный порядок или стиль. Но самое главное, это состояние человека, состояние его сердца. Это самое главное, это намного главнее, глубже и важнее, это то, что Иисус Христос пытается показать этой женщине. И, друзья, я понимаю, что фарисеи, это религиозные люди того времени, они имели очень правильный вид. Внешне выглядело все духовно-религиозно. Именно их Иисус чаще всего обличал за лицемерие, за неправильное отношение к Богу. Часто сегодня мы, верующие нашего времени, попадаемся в это же состояние, когда у нас воскресенье, мы одеваем правильный вид и внешний вид, и вроде бы слова правильные, песни правильные, но в сути, в сердце, в глубине, в жизни это не так. В глубине, в жизни ты Богу не поклоняешься. Своими мыслями с понедельника по субботу ты Богом не занят. Он там на 29-м месте. Вот о чем Иисус Христос пытается сказать, когда Он говорит о поклонении Богу. Да, понятно, стиль музыки, песен, это влияет на нас как-то, потому что у нас у всех есть какой-то вкус, предпочтение. Но знай, если твое сердце перед Богом не в правильном состоянии, если оно нарушено, если у тебя с Богом не все в порядке, то ты не сможешь честно Богу поклоняться. Ты только сможешь притворяться. Второй вариант – пережидать этот период поклонения, молитвы, пения, как вы его мне называли. Но чтобы честно поклоняться, нужно перестать притворяться. Первый шаг – это признание, покаяние. Покаяние, а потом уже дальше поклонение. Люди больше сфокусированы на внешние формы, традиции, ритуалы. И это все как бы нормально. Но Иисус, смотрите, разговаривая с Самарянкой, Иоанна 4,17, Он ее обличает, и потом она признается в том, что она действительно ведет греховный образ жизни. И Иисус ее хвалит за то, что она сказала правду. Иоанна 4,17. Он говорит, правду ты сказала. Ты молодец, ты правильно, ты признала. Хоть тебе было неприятно это, хоть тебе было неловко на эту тему говорить. Ты со мной хотела поспорить на религиозные и духовные темы. Но как хорошо, что ты признала, что ты сама находишься в беде. И после того, когда она это признала, приняла это обличение, это начало исцеления человека. Приняла обличение. Точно так же и Дух Святой сегодня нас обличает, когда мы внимательны, когда наше сердце открыто. Мы тоже получаем какие-то сигналы, которые мы можем игнорировать или же принимать. И вот смотрите дальше, друзья. Вот это важный этап, его нельзя пропустить. Только после того, когда она признала свое состояние, дальше Иисус начинает разговаривать на духовную тему. На какую? На тему поклонения. Если вы следили за текстом прошлой воскресенья, они начали на духовную тему. Потом перешли на личную жизнь. И потом снова на духовную тему. И вот когда Иисус продолжил говорить о поклонении, только после того, когда она признала свое состояние, и она его с уважением называет, ты пророк, ты господин, когда ты правду сказала, а теперь давай поговорим о поклонении, и я тебя научу как. Когда? Когда как? Когда мы будем решать, какой стиль, какая форма? Сначала признай свое состояние. То, о чем никто не знает, вот оттуда начнем, а потом будем говорить, как поклоняться. Вот этот этап был ключевым в их диалоге. Потому что правильно может выглядеть человек со стороны любой. Правильно одетый, святой вид, правильные песни поет, слова и руки поднимает. Но Иисус показывает, что эта женщина, она поклонялась Богу, спорила, как правильно это делать, и жила в грехе. Только мы смотрим на эту самаряночку и думаем, ах ты ж самаряночка, ах ты ж блудница, а как же ты так, ай-яй-яй-яй-яй. А кто-то скажет, а ты почему в бизнесе дуришь людей? Вот ты тоже ай-яй-яй, можно тебе сказать. А почему ты там обманываешь? А почему ты там кидаешь? А почему ты там неправильные вещи смотришь? А давай проверим твою историю в телефоне. А потом начнем поклоняться. Правда, сразу как на второй план уходит стиль, форма служений, но нам же хочется как-то себя как-то оправдать, и мы начинаем за духовные вещи рассуждать, как правильно нужно делать. А Иисус глубже целится. Иисус часто обличал религиозных людей в чем? В чем? В лицемерии. Заметьте, как будто бы Новый Завет, проповеди Христа, особенно к верующим, и сегодня есть такие называемые верующие, преследует всегда одна мысль, ты нечестный, ты лукавый, ты лицемер. Матфея 5,8, 15,8 написано, Вдумайтесь в эти мысли. Языком поют правильно, говорят аллилуйя, когда нужно встали, сели, поправились, все выглядит как бы круто и нормально. Но Иисус же говорит, я же тебя вижу насквозь, я же знаю твои мысли, я знаю твою жизнь, я знаю там, где никто не знает. Ты тут языком сейчас можешь и молиться, и говорить правильные слова, но ты сердцем, ты не живешь мною, сердцем, you don't care, ты вообще, Бог для тебя это палочка-выручалочка. Какое поклонение, какое почитание, какое пение, это мучение, а не пение. Правда, люди бывают на этом периоде, вот мучатся, как-то то в сторону, то вправо, то влево, как-то у них оно не идет, оно в сердце не живет, поэтому оно и не работает. Почему? Двойная жизнь. Иисус говорит, вот оттуда начинает, признай свое состояние. Двойная жизнь. В Исаии написано, я не хочу, чтобы вы топтали дворы мои, говорит Господь. А мы думаем, мы в церковь пришли, мы уже такие молодцы, ну мы уже такие молодцы, можно сразу на небо, вот прямо с выхода центрального. А Иисус говорит, я не хочу, чтобы вы даже мои дворы топтали, если ты не настоящий, если ты двойной жизнью живешь. Поклонение начинается с покаяния. И здесь, друзья, часто бывает в церковь, люди приходят загруженные грехами, суетой, обидами, и трудно поклоняться, приходится притворяться, или же пережидать, или же осуждать, что нас тут не устраивает, почему он у нас как-то не поклоняется. Смотрите, Давид, он в своей жизни сделал достаточно тяжелые грехи, и почему-то он назван человеком по сердцу Бога. Как вам кажется, почему? Несмотря на его преступления, секрет в том, что он умел каяться, он умел признавать свою вину настолько глубоко, что Бога это настолько трогало, вот именно его покаяние. Я думаю, друзья, что сегодня мы верующие, в это время мы иногда привыкаем не каяться, то есть мы иногда делаем какие-то неправильные дела в течение дня, там наорал, нагрубил, обманул, там посплетничал, я потом пришел в церковь и халлилуйя. Так подожди, так ты что, привык? Почему ты не говоришь Богу, прости меня за то, прости меня за то, прости меня за то? Ты думаешь, Боже, прости меня за все, если там, как мы обычно каемся, если что-то против меня имеете, простите меня. Такой, а почему ты имеешь в виду, если что-то? А помнишь, когда ты жене или мужу говорил там, ну, дорогая, если что, там, сори. Сработало? Помнишь? Не хочешь вспоминать? Правда? Иногда же ты ожидаешь такого покаяния слезного и слов таких искренних. А почему ты к Богу пришел и так решил, что типа, так прокатит, уже проехали 10 лет, так едем, почему дальше мы не проедем? И такое, как бы, вот эта искренность такая, как бы ты уже привык к своим грехам и порокам, так тянешь их по жизни, а форма осталась, традиция, и руки поднимаются, и глаза закрываются, вовремя стал и сел, все так в массе кажется нормально. А Иисус же говорит, что вот в этом и проблема. Ни в месте, ни в форме, внутри, в сердце, в духе, у тебя там проблема. Вот там и начинается твое поклонение. Вот почему оно у тебя никогда не получается, не получалось. И здесь смотрим на Давида, как он умел каяться. Давайте будем брать пример. Псалом 50. Он говорит, беззаконие мое осознаю. Грех мой всегда передо мною. Не так, что в понедельник сделал, воскресенье пришел, как будто бы не сделал. Нет, всегда я понимаю, что я там и там, в той ситуации был неправ. Тебе единому, тебе, тебе единому согрешил я. Подожди, как это ты Богу единому согрешил? Ты согрешил против Версавии, ты с ней сблудил, ты совершил против Урии, ее мужа. А почему ты утверждаешь тебе, тебе единому? Вот почему. Каждый раз, когда ты обижаешь человека, причиняешь боль и зло человеку, в первую очередь, ты грешишь против Бога. В первую очередь, ты грешишь против Бога, который знает и видит все. А потом, сначала перед Ним покайся, а потом и перед человеком тоже. Обязательно. Дальше он говорит, сердце, смотрите, как он подбирает слова. Не просто тебе согрешил я, Боже, прости меня, Боже. Он тут, смотрите, каждое слово, и то я тут повырезал, видите, текст там очень длинный, его молитва покаяния, сокрушения. Он говорит, я лукавое сотворил. Кто так молится? Господи, я человек лукавый, я умею брыхать, я умею иногда выкручиваться, я скользкий, Господи. Ведь мы же просто говорим, прости за все. А смотрите, как Давид идет, так глубоко, глубоко, глубоко копает, признается. Господи, сердце чистое сотвори во мне, потому что внешне я всех дурю, а сердце внутри сотвори во мне чистое. Дух обнови. Я пытаюсь, типа, в духе как-то, а оно же там не работает. По-настоящему. Такой пахнет депреснячком, хочется обвинить всех, а Давид идет честным путем. Верни мне радость, я же перед тобой не прав, Боже, вот суть проблемы. А я там нашел кучу причин, почему я не радостный. И живу в своей депрессии. А он честно говорит, ты источник радости, ты Бог мира, я перед тобой не прав. И дальше, смотрите, смотрите на эту деталь, очень-очень важная. Следующий слайд. Он говорит, и тогда язык мой восхвалит Бога, буду прославлять и поклоняться, когда? Нельзя пропустить этот этап. Когда у него вот это подходит, вот этот восторг и радостью он начинает поклоняться после искреннего, честного покаяния. А пока его не произошло внутри, то ни восторга, ни слов, ни песен, кажется, и певцы, и музыканты всех увольнять надо. Потому что внутри непорядок. И после его признания, тогда начинается настоящая хвала Богу. Когда сердце чистое, когда дух правый, когда там все сказано и ничего не скрыто. И тогда он говорит, жертва Богу это дух сокрушенный. Иногда нам кажется, если я деньги дал, то все, я все себе искупил. Не путай. Написано, дух твой сокрушенный. Подумайте, как это? Это не просто, но если что, прости. И вот здесь, друзья, мы видим пример, как можно иногда подходить в поклонении к Богу. На нашей, на наших примерах жизни это человек может точно так же ходить в церковь и себя честно спрашивать. Если ты алкоголем балуешься, сегодня спроси, Господи, есть ли на то твоя воля? Зачем спорить с другими? Просто вот так вот спроси честно. Если еще чем-то балуешься, ехали по дороге, поругались, то сначала покайтесь, а потом поклоняйтесь. Видите, оно даже звучит так в рифму. Просто аж хочется сказать. Покайтесь, потом поклоняйтесь. И каждый сам себе это сказал. Если ты жену унижаешь перед детьми, сначала покайся, потом поклоняйся. Если ты, жена, орешь на мужа, сначала покайся, а потом поклоняйся. А мы пришли, такой вид сделали, такой святой. Песни классные, сегодня так все классно, такой хор мощный, поет так круто. И ты вот все рассказал, кроме за себя не сказал, что внутри. Вообще там не круто. И вот мы все как-то съезжаем на духовные темы. А Иисус так раз, как самаряночку, так притягивает на глубину. Суть проблемы. И здесь, друзья, мы приходим с вами ко второму пункту, к третьему. Итак, второй поклонение Богу начинается с признания. Мы это увидели на примере Самарянки и примера Давида. Третий пункт поклонения Богу это состояние сердца, а не место или форма. Что такое поклонение в духе? У каждого, наверное, есть свое какое-то толкование. Давайте попробуем остановиться над этим текстом поклонения в духе. Как это на практике? Итак, три мысли. Первое. Это значит не зависит от места или внешней формы. Когда человек поклоняется Богу в духе, это без разницы где он находится и без разницы какой стиль, как это выражается. Второе. Поклонение в духе это значит честность, искренность. Это то, что вот внутри, в духе, это то, что можно от людей скрыть, зашифровать, но Бог это знает. Это вот из самой глубины тебя вот настоящее. И третье. Поклонение это образ жизни, это стиль жизни. это не только в воскресенье, это в понедельник, это состояние твоего сердца. И здесь, друзья, важно дополнить, что когда мы говорим, что это не зависит от места или формы, правда, что у христиан есть место для собраний. Вот, например, церковь, где мы собираемся, у мусульман есть мечеть, у каждой, у каждых народов есть свои какие-то места, есть форма, есть культура церкви, это нормально, есть стандарты, приличия. Но самое главное, при этом всем, что это стоит уважать, самое главное, не перепутать главное с второстепенным. Самое-самое важное, это все-таки внутреннее твое состояние сердца. Иисус учит, что поклонение к Богу не должно быть привязано к географическому месту или к святому специальному освященному месту, как, например, есть Мека, есть там храм в Иерусалиме, есть иконы, которые людям поклоняются, и люди вот этому придают большое значение. Или, например, люди поклоняются, они думают, что это выражается через посещение определенных мест святых, или какие-то ритуалы, или же приношение отдельных даров, вот это и есть как бы поклонение. У людей, особенно славяне, которые вышли из православного мира, сложилось понятие, где есть четкое разделение между сакральным местом, храм или церковь, и мирским миром. Есть места, где мы понимаем, я должен себя здесь правильно вести и правильно одеваться и быть в благоговении. Человек заходит в храм, он тушит сигарету, не выкидает, ложит ее там, вы знаете, где ее ложит, и потом выходит и берет ее, и дальше продолжает курить. Кажется, вопрос, а почему, что поменялось? И здесь получается, что человек понимает, что вот эти принципы почитания, поклонения, благоговения, они работают только вот внутри этого здания. И Иисус именно это и учит, что это неправильное поклонение, что поклонение, которого я ожидаю, это в духе, это внутри, это вот в твоем сердце, это в духе, это то есть, куда бы ты ни вышел из храма, из места, это значит везде, где ты находишься и твой дух. Вот там везде ты представляешь Бога, поклоняешься ему или же огорчаешь Святого Духа. И когда мы говорим о поклонении в духе, о каком духе идет речь? Это дух святой или это дух человеческий? Важно заметить, что там говорится дух с маленькой буквы, то есть, это не дух святой, это твой дух. Это твоя внутренность, свое самое сокровенное. Состояние твоего сердца и духа вот везде, куда ты не идешь, на любом месте, и в гараже, и в офисе, и в машине, и на кухне, поклоняйся Богу там. Это вот вся твоя жизнь, это стиль, это цель жизни, это поклонение, почитание Бога везде. Вот что Иисус Христос пытался научить ее. Сегодня, друзья, я думаю, что если мы заметим, что наши дети в церкви способны себя вести по одному, а дома с друзьями по другому, точно так же за нас это замечает Бог. Точно так же мы друг за друга, взрослые, это понимаем, что ты дома не такой, ты на работе не такой, а здесь ты лицемер духовный с бонусом. Профессиональный лицемер духовный. И, конечно же, друзья, здесь место Писания подтверждает Деяние 7.48 Всевышний не в рукотворенных храмах живет. То есть, снова Писание говорит о том, что не место решает поклонение поклонение. И не форма все решает твое состояние сердца. А потом уже форма, это уже все второстепенно. И здесь мы должны, как верующие, помнить, что мы входим в присутствие Божьей верой. Потому что мы понимаем, что Бог, Он вездесущ, Он везде. Но сегодня иудеи, самаряне, религиозные люди сегодня, они все свели к форме внешней. Самое главное внешне выглядеть правильно. Самое главное в воскресенье оказаться в правильном месте. На Пасху пойти в храм. Вот это самое главное. Иисус говорит, нет, это не самое главное. Это самообман. Это лицемерие. Бог не ищет мертвой формы. не ищет этой религиозной. Он хочет живых отношений. И в церкви можно себя правильно вести, петь правильные песни, но дома ты не поклонник Богу. Поклонение это больше, чем просто один раз в неделю побыть в служении, в церкви, помолиться, попеть. Нет, как раз поклонение в духе это круглосуточно всегда. Марка 12 написано возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью. Вот первая заповедь. Ни пожелание, ни совет, заповедь. И первое, и главное возлюби Бога, иначе ты никогда не сможешь Ему поклоняться. По-настоящему не сможешь поклоняться, если ты Его не любишь. Если не любишь, ты Ему не будешь поклоняться, не будешь с Ним время проводить. А если телефон любишь, ты всегда найдешь для Него время. Если ты к Богу относишься просто как ATM-машинка, как microwave, нажал кнопочку Господи дай, Эльша дай, значит Боже дай, то какое поклонение? Ты Его же не почитаешь ни как Бога, ни как Мессию, ты Его не любишь. Тебе Он нужен просто как палочка-выручалочка. Вот оттуда и поклонение. Такое же и отношение. Как у тебя внутри отношение к Богу, так ты Ему и поклоняешься. Поклонение Богу исходит из нашей любви к Нему. Любовь нисходящая сверху к нам это благодать. Следующий слайд. А любовь восходящая к Богу это поклонение. Еще раз. Нисходящая любовь на нас это Божья незаслуженная милость это благодать. А любовь восходящая к Богу это поклонение. Поклонение в духе это благочестивая жизнь. Написано если любите меня исполните заповеди мои. Поклонение Богу оно выражается на практике в твоих приоритетах. Поклонение в духе оно выражается на практике в твоем тоне разговора. в твоих отношениях с людьми чем ты себя питаешь. Это подтверждает ты Богу поклоняешься или ты его просто имеешь в виду. Иногда поклонение Богу начинается с парковки. Тебя встретили и ты там обычно от людей которые поклоняются Богу поклонники от них веет миром. Потому что Бог источник мира. А тут тебя ашеры пересадили или парковчики запарковали и от тебя как повеяло ух ты так аж еле устоял. А потом пришел в церковь и поклоняешься. Правда бывает такое у нас? А ведь оно же в жизни подтверждается твое поклонение. Если ты истинный поклонник в церкви ты не будешь летать мыслями типа отвлекаться. Сидишь здесь в церкви слушаешь а потом раз так и уже в Алевгардене заказал что-то. Многие улыбнулись как будто бы уже заказывали. Сидишь в церкви физически вроде бы и вроде как бы поклоняешься а потом раз так раз в ресторане или там с кем-то дела решаешь так мысленно улетел еще с пятницы там с кем-то переговариваешь в мыслях же ты же утверждайся что ты прав еще с пятницы аж губы дрожат но ты поклоняешься стоишь а Иисус так обнимает тебя говорит слушай ну будь честным ну снимай маску мы привыкли носить маски по жизни знаете почему потому что вроде бы такая сторона нас тут научила всегда спрашивают тебя how are you кто не знает английский переводится как дела только скажу вам по секрету им все равно как у вас дела просто так спрашиваю а вы так старались там ответить а потом когда отвечаете мы же говорим как дела файн и ты думаешь ты скривился от боли или от радости потому что такая же как-то так неестественно получилось и ты понимаешь что ты на работу пришел нужно притворяться пришел там куда-то надо притворяться пришел в церковь нужно поклоняться снова притворяться а Бог говорит слушай тут уже все хорошо все давай снимай маску срывай 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 далеко далеко прячь уже тут не надо притворяться а ты так честно Бог а я даже не привык аж везде надо притворяться а Бог говорит а здесь как раз вот это тот случай когда здесь уже можно честным быть вот так по настоящему так вот скажи за понедельник расскажи за среду помнишь, не хочу вспоминать. Нет, вспоминай, вспоминай. Вспоминай, вот там расскажи. И за то вспомни, расскажи. И не просто за все прости, а так вот по порядочку давай так, спускайся на глубину и говори за лукавое сердце, да, противное, скверный характер. А потом будем поклоняться. Кажется, времени не хватит. Я пока дойду до поклонения по своему списку, да, с понедельника по субботу, то уже и закончится поклонение. Вот так оно и бывает в жизни. И нам иногда, друзья, кажется, что если вот человек вышел в начале служения, сделал вступление, то вот сейчас пойдет поклонение. Вот кто-то вышел, вступление сказал перед служением, как мы делаем. И вам кажется, оно вам помогает? Как вы думаете, вам помогает? Ты пришел сюда злой, бубниш, там тебя сюда притянули, затянули. Тут говорят, давайте сейчас встанем и воскликнем громко, аллилуйя. И ты встал. А потом тебе сказали, ну давай будем петь. И ты такой, ну спою. И потом так, ты так простоял это все время. И потом думаешь, а что ты злой такой? А что ты бубнишь как бы? А что у тебя не получается как-то? А что так все неестественно? И ты сам не знаешь, ищешь этих виноватых, где же они? Что-то поклонение не идет. В этой церкви надо церковь менять. Всех надо менять. Правда? Кроме себя. И Иисус говорит так как бы в диалоге с Самарянкой, слушай, так ты же в жизни не такой. Уруймин, что ты имеешь в виду не такой? Ну ты в жизни, ты не поклонник. В жизни ты не молишься, не поклоняешься. Ты меня не уважаешь, не почитаешь. По твоему расписанию, по твоему телефону я сканирую твою историю. Я вообще там на каком-то двадцатом месте. Как же ты думаешь, что вот вышел какой-то человек, сказал вступление, сейчас будем поклоняться, и ты будешь поклоняться. Ты же по жизни не поклонник. Сколько нужно песен спеть, чтобы ты начал поклоняться? Одну песню спели, ты думаешь, не подошла, другую пойте. Другую спели, ты так настроился. Это мотив, мелодия, соло, вау, вау. Думаешь, ну сейчас третья. И ты так раз, ничего тебя как будто не цепляет. Думает, ну если вот ту песню спою. Да нет, нужно начинать глубже. С понедельника начинай, признавай. Кайся и поклоняйся. Кайся и поклоняйся. Вот так оно работает в жизни. Смотрите, друзья, Иоанна 4, 24. Бог есть Дух. И дальше, и поклоняющийся Ему, давайте громко скажем, какое там слово написано? Вместе, раз, два, три. Должны поклоняться в Духе и в истине. А теперь вопрос, кто, не поднимайте руку, кто за поклонение, кто за прославление, не поднимайте руку. Вы знаете, друзья, что некоторая возможность считают, что я против поклонения. Я против прославления. Ну, во-первых, давайте теперь прочитаем местописание. Не то, что я думаю, а вот как написано в тексте, что поклонники должны. На всякий случай по-английски must, 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 must. А кто сейчас за поклонение? Должен. А ты такой думал, а что это я вам должен? Я пришел в церковь, а что это я вам должен? Ну, не мне, мне ты не должен. Просто на всякий случай говорю, что Бог сказал по отношению тебя. Если ты дышишь, слышишь, это тебе. Ты должен поклоняться Богу. Как это я должен? Как это я должен? И ты должен поклоняться. Мы уже поняли, что это не только в церкви, не путай. Здесь можно говорить аллилуйя. Это в жизни, дома, в гараже, в машине. Вот там поклоняйся Богу. А здесь это такая просто репетиция, вместе сошлись. И оно нам как-то дружнее, друг друга мы подбадриваем, вдохновляем. Эмоции поддаем. Но настоящее поклонение, оно в духе, оно внутри. Оно вообще не зависит от этих всех факторов. И дальше же, конечно, если должен поклоняться, то следующий вопрос, а как? Сначала нужно понимать, что я должен. А если я вот в церковь хожу 10 лет, 20 лет, но я Богу не поклоняюсь, то сегодня ты понял, что ты должен. Уже вопрос, как, это будет в третьей части. Но, по крайней мере, мы все усвоили, что это должен каждый верующий делать. Почему? Во-первых, в этом есть выражение твоей веры. Веры в того, кто Он есть. Почитание Его как Бога. Поэтому, друг, даже если ты попал вот в эту ситуацию, сейчас вот к нам сюда попал, или ты в онлайне попал на эту проповедь, то не выключай, не выключай. Но призываю тебя, не стой. Во время вот поклонения вот этого, как я сказал, это в церкви, это всего лишь маленький-маленький процент того, что должно быть в жизни. Но хотя бы в это время, так как ты уже все равно попал, то уже вот здесь хотя бы начинай поклоняться. Не стой. Пожалуйста, не пережидай. Не скучай. Не бунтуй. Не бурчи. Не летай мыслями. Приземляйся. Кайся. И поклоняйся. Иисус, когда Он смотрит, как мы поклоняемся иногда здесь в церкви, мне кажется, Он нас не просто так обличает, а Он так с любовью обнимает и говорит, слушай, друг, не лицемерь. Иисус же знает все, чем ты дышишь, о чем сейчас думаешь и сколько тебе жить осталось. И все, что Иисус просто просит, будь честным, будь честным, и ты увидишь, как в жизни начнет все меняться. Друзья, заметьте, что Богу не все равно, как мы поклоняемся. Некоторые люди думают, ну я поклоняюсь, как бы, как умею, по-своему, Ему все равно лишь бы поклонялся. Нет, так не написано. Там написано поклоняйтесь и написано как. Поклоняйтесь в духе и в истине. Значит, Ему не все равно, как люди поклоняются. Значит, есть что-то правильное поклонение, а есть такое, все наше, а есть правильное в духе и в истине. Друзья, в заключение хочу, чтобы мы все поняли, что прославление, поклонение Богу зависит от твоего познания Бога. Чем глубже твое откровение, чем глубже твое поклонение, твое откровение о Боге, о том, кто Он есть, о том, что Он спаситель, о том, что Он мессия, о том, что Он тебе сто раз давал шансы, и сейчас ты дышишь и слышишь, это еще один шанс. Чем глубже твое поклонение, откровение, познание о Боге, тем глубже твое поклонение. Ты знаешь, если запоют не ту песню, которую ты не знаешь, если зазвучит музыка, которая тебя не устраивает, и тебе кажется, что нужно менять церковь, менять вот всю атмосферу, поклонение какого-то искать, другого где-то. Помни, если твое поклонение, познание о Боге глубокое, ты не растеряешься. Ты не растеряешься, что не ту песню спели, или не тот стиль, не та форма. Предпочтение нормально, но истинный поклонник, который поклоняется Богу дома, для него это ритм жизни. Его не надо настраивать, его не надо раскачивать. Он этим живет, он этим дышит. А когда пришел в церковь, и нужно каждое воскресенье делать искусственное дыхание. Духовно пришел, еле-еле зашел, а тут говорят, встанем, поклонимся, сейчас крикнем, аллилуйя, а ты еле дышишь, какое поклонимся. Вот духовно нужно раз себя реабилитировать, так раз, приходи в себя, давай, 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 давай. Вот здесь, друзья, нам нужно понимать, откуда все начинается. И знаете, что бывает в конце служения, люди выходят для молитвы, и иногда у них, ты видишь, такое льется из них и молитва, и слезы, и слезы радости, и руки поднимаются, и не начинают Бога славить, а тебе хочется сказать, слушай, ты перепутал. У нас вот это нужно было делать в начале. Вот когда мы приходим и говорим, добрый день, добро пожаловать, и теперь давайте будем славить. А ты тогда и рук не поднимал, и не пел, и не плакал, а вот сейчас ты вот, почему такой эффект произошел сейчас, в конце? Знаешь почему? Потому что ты, то слово, которое Христос говорил, Самарянке, она приняла, и начался процесс в ее сердце, глубокого поклонения. Вот когда ты сейчас принял Божье слово, свое сердце, вот этот эффект работает и в тебе, и потом ты начинаешь петь, вначале начинаешь каяться, вначале ты принимаешь обличение, а потом ты начинаешь петь, а потом у тебя начинают, возможно, слезы, а потом руки поднимаются, а потом радостью наполняешься, и миром от Бога наполняешься, откуда? Вот оттуда оно все и начинается, с твоего признания. Поклонение начинается с признания своего состояния, и как результат, потом твоего праведного состояния перед Богом, оттуда исходит и истинное поклонение. Иначе всю жизнь что-то мешает. Как результат твоего состояния, оттуда и поклонение. Друзья, начало поклонения в духе и в истине, это признать, кто я и кто он. Начало поклонения в духе и в истине. Признать, кто я и мое состояние. И кто он? Мессия, Господь, Бог, Спаситель. Если ты это признаешь, то ты будешь ему и достойно поклоняться. Пусть Бог благословит вас, чтобы вы, мы были поклонниками в духе и в истине, не только в воскресенье. В понедельник, вторник и в среду. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok